Девушки отдыхают 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 Ленивая Смажь колеса времени Не для первой премии Ему ведь очень вольно от трения Обижать не следует время Плохо и тоскливо жить без времени Очень хочется всегда заглянуть за текст Что там было У нас ведь по традиции по нашей русской поэтической поэт Очень многое оставляет за текстом Эта традиция началась с конца 19-го С начала 20-х веков Там и Цветаева, особенно Мандельштама Они настолько были уверены Что их публика, их аудитория Настолько в теме, в общей беседе Находится, что многие детали оставляли за текстом Мы должны только догадываться, что там происходило Поэтому очень тяжело для сегодняшнего читателя Воспринимать стихи наших поэтов Серебряного века Слишком много там за текстом Эта традиция, она также и присутствует и в авторской песне Кое-что не договаривается Кое-что считается, что не нужно договаривать до конца И вот такая песенка была Вернее, стихотворением у Нобеллы Николаевны Матвеевой Называется оно «Рыбачка» Это песня, в которой она с кем-то расстается Очень хотелось узнать, с кем же она все-таки расстается И по времени, немножко, может быть, чуть позже Такая же песня была ей Ей уже песня написана Про девушку из Харчевни Про Гвоздь, если помните, да? Эта песня, которая сделала ей популярность Она была написана в 64-м году И практически сразу же стала популярной Стала хитом Уже все ее пели А потом в 66-м году в сборнике «Душа вещей» Появляется рыбачка Но не появляется вот этого вот хитового стихотворения Этой вот песни Девушки из Харчевни Две песни расставания И она, Нарова Николаевна, эту песню расставания Девушки из Харчевни Прячет аж до 87-го года от публикаций Она только ее поет И ни в одном из, по-моему, десяти сборников Эта песня не встречается То есть она какая-то загадочная У нее какое-то особое отношение Нарова Николаевна к этой песне Про девушку из Харчевни Есть такой литературовед И бордовед Шипов И он создал полную библиографию Нарова Николаевна И у него даже есть сведения О том, в каких газетах Какие стихи ее печатаются Так вот, нигде, вплоть до 87-го года Нету девушки из Харчевни Первая стихка Любви моей ты боялся зря Не так я страшно люблю И только в 87-м году в сборнике В общем сборнике, который называется Избранная из разных сборников Она публикует это стихотворение В рубрике из разных тетрадей То есть это означает, что она никогда Его не публиковала Самая популярная из своих стихотворений Она никогда не публиковала Эта песня о расставании С кем же она так расставалась Что берегла вот эту вот Какую-то тайну свою особенную Ну тут интернет помог Оказывается вероятность очень большая Что с Виктором Сосновой Потому что он в своих воспоминаниях Неоднократно своим друзьям и близким Говорил о том, что песня посвящена ему Что вполне вероятно Но так вот в общем К чему я все это говорю К тому, что сейчас я спою песню Другую песню расставания Которую Новелла Николаевна почему-то Публиковала и не И не берегла так Как девушку Девушку из Харчевра 62-й год Стихотворение Новеллы Матвеевой Низко над морем летела снежинка С нею напев мой осенний сложился Как снежинка на щеке распалась Так растаял вдалеке твой поворос Дым на бурых крыжах Гаванью ярко рыбежит В листьях и чешуйках рыбьих Чайки с криком гневерным Брют по водным гребням Черными концами крылья Маленький остров, поселок, не ягодки Там у поселка ты станешь на якорь На косты уха вариться будет Ветер с моря котелок остудит И огонь поголоснет В сумерках неясных В сумерках как сон капризный В море неспокойно Сеть на серых полях Будто на ходулях призрак Я не печалюсь, хотя я и рыбачка Что мне печалится, что мне рыдать И рыбаку ху готовить может И рыбачка рыбу ловит тоже Тенью подбородка волны ловит лодка Сяду поплыву на готмин В раковин колбелых Откачкался берег Словно отболел и готмин Владимир Качан, Леонид Филатов Стихотворение Бизона было написано Филатовом где-то году в 69 В 23-летнем возрасте А песня в 74-м появилась Если верить Баранову Это авторитетный источник сведений У него эта песня датирована 74-м годом В это время Владимиру Качану 26 лет В степях оризоны в горячей ночи Кребят карабины и свищут печи Большая охота, большая страда Несутся на запад, несутся на запад Несутся на запад, несутся на запад Бизоньи стада Несутся на запад, бизоньи стада Брезгли возрочками, кося из-под ветра Их предал лукавый, изменчивый верх Они же простили его подлеца Как умные дети, как умные дети Как умные дети дурного отца Как умные дети дурного отца Их гнали, их били, их мучили сласть Но ненависть к веку им не привелась Хоть спины их умыли и ноги в крови Глаза их все так же, темны от любви Глаза их все так же, темны от любви Какое же нужно испробовать зло Чтоб их отрезвило, чтоб их пронило Чтоб поняли черти у смертной черты Что веку неловко, что веку неловко Что веку неловко, а ты к доброты Что веку неловко, а ты к доброты В степях Аризоны, в горячей ночи Гремят коробины и свищут мечи Большая охота, большая беда Несутся на запад, несутся на запад Несутся на запад, бизонь и стада Несутся на запад, бизонь и стада Виктор Луферов Песня Франсуа Виона 70-й год Виктору Хипчу всего-то 25 лет Я это повторяю, не устану повторять Очень важный возраст Поэт почему-то, очень многие пренебрегают Датой А на самом деле, очень важно Очень многие слова Совершенно иную редакцию приобретают В случае знаний В каком возрасте были произнесены В 25-летнем или в 60-летнем Да правда ведь? И иногда вдруг обнаруживаешь Такую мудрость в стихах Молодых поэтов Например, Николоза Бараташвили Которого я потом спою 24-летний человек написал Так, как будто бы прожил целую жизнь Поэтому это очень важно Поэтому я и называю И год написания, и возраст Возраст Виктор Хипчу 25 Перед тем, как о вам прийти Зашел я к Господу Помоги, сказал отец Собраться в путь Снаряди да приодень Я к людям попаду Сверху присмотреть За мной не позову Ну, сами знаете, Бог даст Всё, что не попроси Даст и ум washed Даст, чего же не дать Ну, не стал я ничего Просить у Господа Бог сам знает Что кому давать Ну, не стал я ничего Просить у Господа Бог сам знает Что кому давать Долго бог копался в сваленой тут ветоши И до курю плохонькую из одежды Мне дает, говорит, сынок, ты не души Главное не растерять надежды Протягивает башмаки дырявые На меня надейся сам, да не плашай Башмаки они и новые износятся Главное не износилась бы душа Башмаки они и новые износятся Главное не износилась бы душа И еще мне Бог в дорогу эту дальнюю Посох дал и долгувшим с отбитым дном И сказал Господь, горы с горою сходятся Может, свидимся когда-нибудь потом И сказал, ответь тому, кто крипит вслед от тебя Что в цветущий век наш гост дурак был тот Что презренным Бог дает корыто сытости А любимым Бог с китания дает Что презренным Бог дает корыто сытости А любимым Бог с китания дает И с тех пор я по земле иду без устали Чем могу делиться встречными путями Ах, смейся, что возьму, все вам останется Я с собой себя могу лишь унести И такая впереди дорога длинная И судьба короткая одна Что в карманы я не положу все вырань Ли-ни-ли-кушин, да Бог мне дал без дна Что в карманы я не положу все вырань Ли-ни-ли-кушин, да Бог мне дал без дна Очень тут Франсуа Вьенна, Соболова Виктора Архиповича похож по характеру Евгений Бачулин Насекомые Семьдесят четвертый год Евгений Бачулин, сорок Ах, какое дерево Стоит в саду затеряно С виду вроде зелена А растет в сучки Мы на этом дереве Не люди и не звери Мы козявочки, букашечки И прочие жучки Козявочки, букашечки И прочие жучки Козявочки, букашечки И прочие жучки То клюют, то давят нас Ловят нас сачки Те же, что кусаются Те же, что кусаются Вредными считаются Аплодисменты Аплодисменты Ну и потом Ну и потом В семьдесят пятом году Тридцати однолетний Сергей Никитин Положил эти стихи На музыку Я считаю, что это Одна из лучших песен Сергея Яковлевича Никитина И я думаю, что она известна И тихонечко Наверное, можем хором Подпевать Цвет небесный Синий цвет Полюбил я С малых лет С детства он мне Означал Синеву иных Начал И теперь, когда Достиг Я вершины Дней своих Уже ртун Остальным цветам Голубого Не отдам Он прекрасен Беспрекрас Этот цвет Любимых глаз Это взгляд Бездонный твой Напоенный Синевой Это цвет Моей мечты Это краска Высоты В этот Голубой Раствор Погружен Земной Простор Это легкий Переход В неизвестность От забот И от плачущих Родных На похоронах Моих Это синий Негустой И не над Моей Плитой Это сизый Зимний Дым Мглы Над именем Моим Цвет небесный Синий цвет Влюбил Влюбил я С малых лет С детства Он мне Означал Синеву Иных Начал И теперь Когда Достиг Я вершины Дней Своих Жертву Остальным Цветам Голубого Не отдам Новелла Матвеева Ивану Киуру Посвящается Песенка Семьдесят Первый год Написание Тридцать семь лет Нару Николаевне Вот кстати говоря Виктор Соснора Уже упомянутый В связи с именем Новелла Николаевна Он считал Что у нас В Бардовской песне Только три настоящих Композитора Это Акуджава Это Матвеева Новелла Матвеева И Александр Мерзаян Вот он Три имени Выделял Причем это уже Мнение позднего Соснора Который уже Многое мог послушать Хотя мне кажется Что он не очень Да Он не очень много Слушал Потому что у него Вообще в принципе Было несколько Пренебрежительное Отношение К нашему жанру Но тем не менее Вот видите Он как высоко Ставил Того кто Песни писал На его стихи А именно Алика Мерзаян А откуда же Такая странная Одаренность В области Музыкальной Композиции У Новелла Николаевна Да и вообще Откуда Ведь у нее же В общем то Вы знаете Поскольку у нас Это не совсем Концерт Это посиделки С рассказами Да Поэтому я позволяю Себе Может быть Немножко больше Говорить Чем обычно Принято В концертах Не удивляйтесь Ну когда еще Поболтать На любимой теме Можно Правда Так смотрите У Новелла Николаевна Не имела Системного Образования Она только Заочно Закончила Институт То есть у нее Высшее образование Было заочное Без среднего Среднее образование Она получала Дома Но слава богу У нее Родители были Хорошие домашние Педагоги И столько ей Припадали И так Припадали Что дай бог Кому-нибудь Такое среднее Иметь Какое было У Новелла Николаевна Она Ну у нее Такой горизонт Культурный Она весь мир Видела Как на ладони Понимаете Такой Она была Поэтессой И при этом Еще Действительно Замечательным Композитором Кто-то из тех Кто был близко С ней знаком А таких было Не очень много Она ведь была Очень закрытым Человеком И не пускала Так сказать Даже в квартиру Не пускала Не всех пускала Ну вот Те редкие Гости Которые у нее Оказывались Они Свидетельствовали Что У нее Работало радио И она Практически Ни одной передачи С того момента Как она появилась В эфире Передача Встреча с песней Она появилась В эфире С 67-го года Она ни одну передачу Не пропускала А там ведь Какой букет музыкальный Там и Русские народные песни Там и песни советских композиторов И мировая Песенная классика И чего там только не было Передачей был Виктор Татарский Очень хорошо Кстати Это была ее любимая передача Так что у нее музыкальное образование Был и вот этот Вот радиоприемник Ну вернее Это даже не приемник Был Это проводной радио Тарелка Вот такая потрясающая совершенно песня Одна из лучших новелл Николаевны Синее море Белая пена Пурных лун Бесконечная смена Ходят у них Ходят у ног моих Травы плавучие Крабы корявые Рыбы колючие А надо мной летят Мои любимые Ветром гонимые чайки Мои Мои Что ты скрываешь За горизонтом Море синее В море Желтом Знаю за той чертой За пололокою За пололокою Далью Далекою Сною за той чертой Вечно чудесные Мне неизвестные Страны Лежат В зарослях темные Райские птицы Там горят Как лучи Сквозь ресницы Там по прибрежью Дружною парою Ходят редком Как одуску Ковароем А за утесами Там носом к носу мы Можем столкнуться Всегда С утконосами Ветер травой шумит Равнино тянется Там кенгуру Пробежит И оглянется Дескать привет Привет, привет Я кенгуру Кенгуру Я за игру Ничего Не беру Синее море Белая пена Бурных волн Бесконечная Смена Знаю за той чертой За пололокою За пололокою Далью далекую Знаю за той чертой Вечно чудесные Мне неизвестные Страны Лежат Ночь раздувает Углевосхода Углевосхода Замирают Гудки Парохода Море суровое Дюны Песчаные Дайте запомнить Мне вас На прощание Дали просторные Тробы Недурные И непокорное Детство Прощание Недурные Углевосхода Юрий Чурсанович Ким В 71-м году В возрасте 35-ти лет Написал И не одну песню Написал Для кинофильма Точка-точка-запятая Я знаю их четыре Говорят, что их еще больше было Знатоки есть? Сколько там? Шесть или семь Шесть или семь Значит, это сам Про Илья Муромца Малютка Илья Муромец Познал себя не сразу В стиле Высоцкого Они все были в разных стилях Еще одна была в стиле Таком, как он говорил Джинсовый стиль Любовь и драма Она из косяк Джиды и шрама Как там? Кончайте ваше прение Седлайте лошадей Кругом такая прелия Цветы растут на ней Это была в такой В ковбойско-джинсовом стиле Песенка написана В блатном, дворовом стиле Была написана песенка А я маленькая детка Метр сорок По мотивам Йоксель-Мокселя И еще какие-то были А вот эта песенка Она написана Ну, тоже, я бы так сказал В дворовом стиле Но она на больную тему Вернее, на Излюбленную тему Дворовой молодежи Тех лет Причем Юльчир Александрович Он как много вариантов писал Для В качестве одного номера Так и много вариантов Одного номера писал Вот эту песню Я слышал В нескольких вариантах Я спою в том раннем В котором услышал В конце 70-х годов А потом я слышал Он ее переделывал Там были разные персонажи Куплеты там менялись Я спою в том раннем виде В той ранней версии Четвертую неделю Огорчаю я семью Ни кружечки не кушаю Ни капельки не бью Мать бегает в аптеку Сестра леет весь день А пап то подымет То выпустит ремень А я весь как безумный Забился под кровать Купите мне гитару Купите мне гитару Серебряные струны Рублей за 20-25 Двоюродный братишка Гармошку приволок Приносит дядя Сеня От фабрики гудок Старушка Тетя Боля Корову продала Прислала пианино Из салона вакила А я весь как безумный Забился под кровать А ну купите мне гитару Серебряные струны Рублей за 20-25 Спасибо, тетя Боля Спасибо, дядя Сеня Ты, папа, не ругайся Надей, назад ими Ну не суйте мне лекарства Ну не лезьте под кровать А ну купите мне гитару Серебряные струны Рублей за 20-25 Аплодисменты Семьдесят пятый год Зрелый, мудрый Булат Шалча Куджава Получив заказ От какого-то Литературорического Журнала На эссе Статью О собственном творчестве Редакция попросила Чтобы он раскрыл Так сказать Секреты своего Своей творческой лаборатории А что? Где вы берете сюжет Когда вы начнете писать Да-да-да Что-то вроде такого Но Булат Шалч Выгорнулся ловко Он сказал Я не умею писать А себе я писать не умел Поэтому написал Стихи И подал их Вместо статьи Но журнал не принял стихов Не раскрыта была Видимо тема Но появилась песенка В которой он Рассказывает о том Как он писал Исторический роман Похождение дилетантов Вскрянки темного стекла Из-под импортного пива Роза красная цветла Гордо и неторопливо Исторический роман Сочинял я понемногу Сочинял я понемногу Пробиваясь Как в туман От пролога к эпилогу Каждый пишет Как он слышит Каждый слышит Как он дышит Как он дышит Так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему Не наше дело Даля чего Не нам судить Мы видали голубы Было вымысло В избытке И собственной судьбы Я выдергивал по нитке В путь героев Снаряжал Наводил о прошлом справки И поручикам в отставке Сам себя воображал Каждый пишет Как он слышит Каждый слышит Как он дышит Как он дышит Так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему Не наше дело Даля чего Не нам судить Вымысел не есть обман Самысел еще не точка Дайте дописать роман До последнего листочка И пока еще жива Роза красная В бутылке Дайте выкрикнуть Слава Что давно лежат В копилке Каждый пишет Как он слышит Каждый слышит Как он дышит Как он дышит Так и пишет Не стараясь Угодить Так природа захотела Почему Не наше дело Даля чего Не нам судить Рядом выпали две песенки Булач Шалыча Угодить Одного и того же периода 74-й год 50-летний Булач Шалыч Мечтает о том Как было бы хорошо Если бы В кабинеты Где решаются Серьезные вопросы Были бы помещены Его друзья Чтобы такие кабинеты Построили его друзьям По поэтическому Литературному цеху Бэйли Ахмадулиной Юрию Трифонову Вазилию Искандеру Правда Некоторые утверждают Что под Юрием Здесь понимается Юрий Левитанский Но Есть мнение Что это все-таки Юрий Трифонов Тем более Что в это время Он с ним Сотрудничает Но это не важно В конце концов Речь ведь Не идет буквально О тех друзьях И буквально О тех друзьях Что-то дождичек Удач Падает Это не часто Впрочем, жизнью и такой Стоит дорожить Скоро все мои друзья Выберутся в начальство И, наверное, мне тогда Станет легче жить Как пойдут мои дела Можно не гадать Можно не гадать Нас скажет Нас скажет ерунда Просто стыдно Просто стыдно Просто стыдно По пути Не зайти туда Города Может, это не гадать Может, это для друзей Строят кабинеты Вот построят и тогда Станет легче жить АПЛОДИСМЕНТЫ Я чувствую, что Влезется перерыв Но Перед перерывом Я бы хотел с вами вместе Спеть одну песенку Можно две Можно две, да? Да Сейчас Смотрите Смотрите Она ведь одна Как две Она ведь Она ведь Одна, честно сказать Как и три Она столь длинна Что может быть разбита На две По 15 куплетов Или на Три по 10 Сейчас Только надо найти Сейчас пока я ее ищу Это у нас А, вот она у меня Здесь отдельно было отложено Как раз До этой же цели В нужный момент В 71 году Виктор Берковский Написал Песенку На стихи Ирины Токмаковой Это Были не собственные стихи Это был перевод Ирландских Ирландской песни Шотландской песни Шотландского фольфюра Песенка Незатейливая Но она так понравилась Публике Что публика Довольно быстро Включилась В досочинение Да и сами Авторы-исполнители Тоже быстренько Включились в досочинение Потом уже Не только три куплета Основных Но и Добавляли Своё сочинение Сейчас я вот По всем пройдусь А потом Приступим к фольклору Значит Мы тут С женой Это у нас Такой уже Семейный подряд На почве Этой песни Получился Значит Мы решили Широким бреднем Пройтись по интернету И набрать Всё Что народ За это время Сочинил Народ сочинил Очень много Но Не всё равноценно Много Мелкого Угля Много Крупных Можно сказать Серьёзных Драгоценных Камней Которые тоже Требовали Некоторой Огранки Ну и кое-что Мы сами Насочинили Вот так Получилось 33 куплета И ещё там В общем Жену мою Не остановить Она ещё продолжает Писать Я сказал Сегодня пока Хватит Да Да Но и главное Что мы Выработали структуру Очень важно Потому что В структуре Ну Я Подразумеваю Что все знают Песню про Пегги Да Как она устраивает Но в Пегги Жил кто-то Дальше Идёт описание Его характера Чем он особенно Выделялся А дальше Идёт Ах до чего Повторение Этого Его Так сказать Этой черты Ах до чего Он такой Секой И предложение Сплясать Значит Если мы Будем соблюдать Эту форму Эту структуру То довольно Скоро Нам Наскучит Поэтому Предлагается Нами была Предложена Другая структура Когда В первой строчке Всё так же Остаётся Заявляется О неком Кто погибел Во второй строчке Его характеристические черты А третья строчка Должна быть Неожиданной Она должна Или Разгрывать Суть того Что сказано В двух первых строках Но неким Парадоксальным образом Ну либо вообще Нечто другое Нечто третье То есть Там Она не должна быть Холостой Так скажем Ну и четвёртая Никуда не денешься Чтобы мы Пэки Сплясали А можно Выпить Выпить Можно Выпить А там Не только Да Значит И я предлагаю Закидывать Так сказать Эту идею В народ И присылайте Александру Николаевичу Сюда В ЦАП И будем Вы присылайте Свои варианты Будем Принимать Отбирать Обрабатывать Да И будет у нас Большая Багиада Пока в этой Багиаде Тридцать Три Куплета Ну сначала Три классических Чтобы напомнить Чтобы напомнить Про гусященка И козла У Пэки Жил Весёлый Гусь Он знал Все песни На Изусть Ага До чего Ж Весёлый Гусь С Пэки С пляжем Ага Да Чего Ж Весёлый Гусь С пляжем Пэки С пляжем Были Жив Смешной Щенок Он Танцевать Под Дуп Кумок Ага Смешной Щенок С пляжем Пэки С пляжем Ага Да Чего Ж Смешной Щенок С пляжем Пэки С пляжем Баги Старый Жил Козёл Он бородой дорожки мел Агадычий Бош умен козел С пляжем Бэгги спляшен Агадычий Бош умен козел С пляжем Бэгги спляшен А дальше начинается творчество Видимо Никитина или может быть Верховского У Бэгги жил большой жираф Он залезать умел под шкаф Агадычий Бош смешной жираф С пляжем Бэгги спляшен Агадычий Бош смешной жираф С пляжем Бэгги спляшен Бэгги умный жил пингвин Он различал все марки вин Агадычий Бош умен пингвин С пляжем Бэгги спляшен Агадычий Бош умен пингвин С пляжем Бэгги спляшен Ну а дальше включается народ Он себя не так сдерживает У Пэгги жил веселый кот Теперь сидит за анекдот Ага, да чего ж веселый кот С пляшем, Пэгги, с пляшем Ага, да чего ж веселый кот С пляшем, Пэгги, с пляшем У Пэгги жил серьезный пес Он от того кота донес Так оказался суткой пес С пляшем, Пэгги, с пляшем Так оказался суткой пес С пляшем, Пэгги, с пляшем У Пэгги мудрый жил верблюд Он чтил закон, ценил уют И знал рецепты сотен блюд С пляшем, Пэгги, с пляшем И знал рецепты сотен блюд С пляшем, Пэгги, с пляшем У Пэгги жирный жил баран Но он пропал в Курбан-Байрам Куда девался тот баран, спросим Бэгги, спросим Живал у Бэгги бикинез Практиковал телекинез Ну а потом и сам исчез С пляшем Бэгги спляшем Ну а потом и сам исчез С пляшем Бэгги спляшем В Бэгги в ванной жил кальмар Он превращал мытье в кошмар За это он попал в отвар Спляшем, Бэгги, спляшем За это он попал в отвар Спляшем, Бэгги, спляшем У Бэгги жил мохнатый лось Недолго жить ему пришлось Но что поделать, не склонлось Спляшем, Бэгги, спляшем Но что поделать, не склонлось Спляшем, Бэгги, спляшем У Бэгги динозавр Жил в собак соседских, потрошил, Зато он с мухами дружил, Спляшем, Бэгги, спляшем, Зато он с мухами дружил, Спляшем, Бэгги, спляшем. У Бэгги жил колючий еж, Не мог он видеть пьяных рож, Его от них бросало в дрожь, Спляшем, Бэгги, спляшем, Его от них бросало в дрожь, Спляшем, Бэгги, спляшем. У Бекки жил зеленый змей, он превращал гостей в свиней Теперь друзья не ходят к ней с пляжем, Бекки, с пляжем Теперь друзья не ходят к ней с пляжем, Бекки, с пляжем У Бекки в ванной жил лосось, но в кризис съесть его пришлось Ах, жалко был один лосось с пляжем, Бекки, с пляжем Ах, жалко был один лосось с пляжем, Бекки, с пляжем